Муся! Ну что, бурлит, жжет, кипит все внутри? Мне кажется, такое бывало со всеми, ну хорошо, с многими, но нет, со всеми, если говорить откровенно. Поэтому давайте сегодня поговорим о деликатном, но действительно, что касается каждого из нас. Тем более, иногда это происходит в совсем неподходящих ситуациях. И я предлагаю решать проблему в корне, потому что у нас, в принципе, по-другому не бывает, потому что в студии находится потрясающая девушка, Придакова Валентина, которая, как всегда, непринужденно, легко, доступно объяснит, как работать, как бороться с этой проблемой, что нам в этом может помочь, и вообще, что это за потрясающие... Как это правильно назвать? Продукты. Продукты. Да, поэтому, друзья, всем привет, добро пожаловать на наш стрим. Час пролетит быстро, поэтому смотрите внимательно, задавайте вопросы, если таковые будут, так как еще раз объясняю. Так как еще раз объясняю? Еще раз. Училка во мне проснулась. В студии находится непосредственно человек, который имеет отношение к данной продукции. директор по маркетингу компании ВТФ, более 10 лет работает в сфере фармацевтики и является одной из создателей бренда. разных продуктов компании. Да, причем разных продуктов компании. Друзья, задавайте вопросы, не забывайте о том, что чат работает специально для вас, будем зачитывать, ну и плюс, как всегда, представители бренда от вас отвечают, если вдруг мы заговорились. Ну и, конечно, давайте, мы же сразу спросим, а то я так, знаешь, обобщила, сказала историю, что, в принципе, всем знакомы это проблемы, когда бурлит, кипит, сжжет, сжога и так далее. А может, это не касается обычных людей. Вообще не про них. Да, может, я инопланетянка, одна с такой проблемой. Поэтому давайте проголосуем. У вас на экране сейчас будет голосование. Знакомы с сжогой, да? Ну да, с дискомфортом, когда что-то либо как-то булькает, либо... Оперу забывает, да, там где-то в районе желудка. Чувствуется, да, что что-то какое-то кислое или не кислое. А может, вы и не знаете этой проблемы. Поэтому голосуйте. Будем сейчас знакомиться с вами поближе относительно того, знаком ли это действительно тема для вас. Ну и я присоединяюсь. Всем добрый вечер, мира и добра. Почему бы и нет? Ренат, вам огромный привет от нас, от всех. Поэтому сейчас посмотрим, что даст голосование. Есть сжога, нет сжоги. Счастливый человек или временами. И будем говорить... У нас, кстати, тут из Волгограда тоже зрители есть. Прекрасно. У меня там часть корней, понимаешь? Просто в этот город уходит. Ну вот сейчас как раз дождемся тогда результатов. И будем начинать. Потому что достаточно много сегодня продуктов, которые нужно обсудить. И хочется знать, как всегда, обо всем. Так или иначе, проблема... В смысле? Ты представляешь? Нет, изжоги. Они врут. Ничего себе. Как это так? Поговорим о другом. Если что я делаю неправильно. А о другом разговариваем сегодня. Нет уж, давайте будем тогда на стороне тех, кто ответил, что да, знакома эта проблема, но оказался в меньшинстве. Ну, по крайней мере, те, кто ответили, что не знают, будут знать, что делать, когда она появится. А вдруг, да. Если вдруг. Да. Потому что... А может, у вас впереди, кстати. Да, между прочим. Коперативчики. И всякие напитки. Да. Поэтому мотайте на ус невидимый. Так с чего начнем тогда? Я вообще тогда предлагаю начать с одного из слов, которые у нас стоят в теме. Это с бурлением пузырьков, а потом мы постепенно дойдем и до изжоги, которое жжет. Соответственно, у нас есть разные продукты. Мы сейчас будем обсуждать их вперемешку и детские, и взрослые, поскольку все завязано на активных веществах, которые мы будем обсуждать. Вот. Начнем в данном случае с газообразования. Все, что касаемо такого ощущения своего желудка, когда что-то у нас там чересчур много газов. Такая фабрика прям там, знаешь. Вздувается, да. И вроде ты понимаешь, что... Звуковой сопровождение. Вроде ничего, на самом деле, такого не ел, но почему-то тебя распирает, и что с этим делать, непонятно. Вот. Почему такое случается? В том числе, я думаю, что многие отмечают это явление летом, когда мы кушаем много овощей и фруктов. Это все провоцирует брожение в желудке, и появляется много газов. В данном случае можно себе, своему организму помогать. Мы обсуждаем, вся наша продукция является биологически активными добавками. То есть мы не лечим какие-то конкретные болячки. Мы делаем так, чтобы организму свою помочь и избавиться от той симптоматики, которая иногда сопровождает вот такие неловкие иногда моменты, так скажем. Что используют взрослые для того, чтобы снизить газообразование себя в желудке и нейтрализовать, собственно, те самые появившиеся пузырики воздуха у нас в желудке. Есть такое вещество, называется оно семитикон. По-простому у нас оно представлено в продукте метеолайт. Это капсулы, это капсулы, обычные капсулы, в которых содержатся активные вещества. Основное из этих веществ, это, собственно, семитикон, которое вещество, так скажем, если прямо почитать на упаковке, это полидиметилсилоксан с диоксидом крема. В общем, по сути, это такая комбинация двух веществ, которая что делает? Когда мы проглатываем капсулу, он там растворяется, и семитикон нейтрализует, собственно, эти пузырики. То есть они не надуваются, их схлопывают фактически. То есть в итоге газообразование уменьшается, и нет вот этого ощущения, собственно говоря, вздутого желудка. Что еще здесь содержится в составе помимо семитикона? Поскольку газообразование, оно может быть в силу съеденных продуктов. Мы уже обсудили, например, фрукты, овощи, углеводы. Не всегда только фрукты, да, потому что тут написала девушка, что можно вообще не есть много фруктов, деньги как раз сэкономить. Можно вообще ничего не есть, но вот я фрукты не очень, но все равно, знаешь, как бы вот это вот бурление периодически в самый подходящий момент, знаешь, тишина. Вот это как раз-таки не всегда связано только с фруктами. Это мой целый ряд продуктов, да, но можно вообще тогда ничего не есть и здорово сэкономить, но тем не менее выживать как-то надо. Но, между прочим, если не кушать, то активные вещества вообще полезные, тогда в еще меньшем количестве поступает в организм, и дефицит витаминов, минералов, всяких активных компонентов нужно компенсировать, опять же, дополнительным приемом таких, собственно, продуктов. Что еще содержится в продукте? Здесь есть инулин, про нем говорим чуть позднее, и витамин, да, экстракт фенкеля, правильно, значит, который тоже обладает ветрогонным действием, то есть то, что уменьшает газообразование. Как ты думаешь, фенхель на что похож? Вообще какие ассоциации с фенхелем? Я недавно, по-моему, узнала ответ на этот вопрос. Укроп. Да, он прям очень похож на укроп. Вот ассоциации, что когда дети маленькие, у них очень часто из-за того, что еще работа желудка не настроена, как раз вот эти все детские колики в первый период жизни очень часто встречаются. И как раз детишкам рекомендуют укропную водичку. Хотя укроп и фенхель на самом деле разные растения, просто они очень похожи. И, видимо, мне кажется, в силу нашего восприятия, так вот проще воспринимать, как укропная вода. Вот. Фенхель. Значит, вот в детских продуктах чаще всего используется фенхель как раз для того, чтобы снимать вот этот газики. Вот. Где у нас содержится фенхель детских продуктов? У нас есть два. Это китс, линейка китс, соответственно. А это с какого возраста? Это с полутора лет. И в продукте Витай, мармеладные посилки, пребиотик. Но начнем сначала с китсов. Значит, здесь продукт, в составе которого тоже есть, в общем, в продолжении фенхеля. Собственно, есть фенхель. А продукт может в том числе использоваться для того, чтобы нормализовать работу ЖКТ и в том числе убрать метеоризм у детишек. Поскольку вообще проблема с желудком тоже у детей очень часто встречается, так скажем. Вот. Что еще есть в данном продукте? Он содержит еще луктулозу, содержит еще инулин и содержит еще чернослив. Поэтому данный продукт в том числе рекомендуется для тех, у кого есть проблемы со стулом. То есть от таких детишек встречается по статистике от 17 до 25% примерно детского возраста встречается с проблемой идентификации. В данном случае с чем связаны свойства компонентов? И луктулоза, и инулин – это пребиотики. Но мы как-то уже обсуждали в предыдущих стримах, что такое пребиотик. Пребиотик – это субстрат для своих хороших микроорганизмов, для того, чтобы микрофлора ЖКТ нормализовалась. Вот. В том числе луктулоза – это один из таких безопасных послабляющих компонентов, которые не вызывают непривыкания, не вызывают каких-то противопоказаний. И поэтому очень часто рекомендуется и детишкам как раз, и другим категориям людей, у которых встречается такая проблема. Вот. Почему содержится чернослив? Ну, я так поняла, что это как раз таки, чтобы в комплексе решили одну проблему и помогли в случае, если есть как раз таки запрос. Запрос на другую проблему. Да. Да, так и есть, соответственно. И чем... Ну, в принципе, чернослив, он такой... Ну, в ассоциации тоже всегда является продуктом, который рекомендуют там заваривать или пить, когда есть проблемы. Да. Соответственно, чем еще интересен чернослив, что этот один из них, ну, как примерно с него египтяне увидели, ну, такой процесс, что есть фрукты, которые на солнце не портятся, а просто сохнут. Вот. И, собственно, чернослив как раз был одним из таких, такой ягоды, которые вы увидели, что да, она сохнет, и использовали уже в сушеном виде и с разной целью. Вот. Что... А здесь какая форма выпуска? А, сироп. Там сиропчики. Да. Я предлагаю, я прямо открою. Они в стеках? Да. Мы прямо предлагаю посмотреть. Пить не будем. Ну, да. Давай все-таки. Поаккуратнее сегодня. В данном случае, да, это стеки. Прости, пожалуйста. Здесь такие небольшие, то есть они удобны для детишек. Либо ребенок может сам открыть стек и выпить, либо, если неудобно, то можно выдавить на ложку и выпить. Но обычно детишки довольно удобная форма, на самом деле. Да, справляются сами. Чем привлекательна жидкая форма? Ну, что, во-первых, детям это более естественно, потому что в основном чаще лекарственные средства в жидкой форме принимаются. Во-вторых, все-таки жидкая форма быстрее действует. Вот. И плюс, опять же, что немаловажно, как раз жидкая форма, это может рекомендоваться детям младшего возраста. Потому что все, что твердое, мармеладки, таблетки, капсулы и так далее, только старше трех лет. Вот. А стеки у нас как раз с полутора лет. Ну, вот, кстати, сегодня мы уже говорили на эту тему, что здесь побольше от полутора лет. Я видела в комментариях, опять этот вопрос прозвучал. Представители бренда также отвечают своевременно. В любом случае, если есть какой-то вопрос, обязательно пишите в чате. Задавайте его. И не забывайте, что во время стрима самые выгодные цены. Поэтому, конечно же, на платформе Озон сейчас выгодно приобретать все, что вам необходимо из данного стрима. Потому что, видите, дополнительные скидки действуют. Плюс ко всему не забывайте. Вот мы сейчас говорили о стиках, китс. Кстати, есть стрим, где мы были на вашем производстве, видели и линию, которая стики делает. Да, это невероятно интересно. И плюс ко всему можно найти на страничке у бренда. Сейчас я вам покажу, как это сделать. Заходите вот здесь вот сверху. Во-первых, подписывайтесь. И плюс ко всему находите стрим. Во-первых, посмотрите, какие разные темы мы обсуждали. Если что, пересмотрите. И вот здесь сейчас будет стрим. Так, где я потеряла его? Где ты? Сейчас. Их становится слишком много. А, кстати, да, возможно. Сейчас я найду и вам покажу. Мы были на производстве. Непосредственно увидели, как выглядит данный завод. И, конечно же, все линии и относительно китс в том числе. Поэтому заходите сюда и ищите по-любому. Он здесь где-то есть. Я просто не могу его увидеть. Ну, ладно. Сейчас я вам покажу его. Потому что тема, на самом деле, интересна. Давайте не будем сильно уж отвлекаться. Для детей, значит, зафиксировали от полутора лет. Ну и плюс ко всему не забываем, да, что мы говорим о помощниках, а не о лечении, так или иначе. Да, так и есть. Да. И если мы говорим, например, о том, что эта проблема знакома человеку или ребенку, как можно это все-таки курс или это употреблять по мере возникновения данной проблемы, или это постоянный друг на долгое время? Нет. Обычно все, что касается метеоризма, например, то это все-таки непостоянная проблема чаще всего. Это какая-то связанная, например, с питанием или со сменой режима, например, с путешествием тоже может быть связано. То есть с разными историями, которые не требуют постоянного приема. То есть это прием, возможно, неделю, две, на самом деле. Или если вы понимаете, что да, уже все, у вас дискомфорт исчез, то на самом деле может прием продукта и прекратить. Вот. Если мы, например, говорим о том, что у нас проблема со стулом, то есть с дефекацией, то там обычно продукты на основе лактуоза начинают действовать через 1-2 дня. Вот. И опять же такие вещи пропиваются небольшими курсами. То есть совсем длительные сроки приема обычно не рекомендуют. А действия через 1-2 дня связаны с тем, что лактуоза, например, когда она поступает к нам в организм, она в неименном виде поступает, проходит тонкий кишечник, попадает в толстую кишку, дальше начинает с помощью ферментов, соответственно, действовать на то, что у нас там скопилось. И как раз уже, ну, в общем, эти 1-2 дня нужны для того, чтобы она прошла и начала действовать. Вот. То есть это такой не супербыстрый эффект, когда говорят, там, типа, вот сейчас выпей, и... Не так это работает. Через 20 минут, условно, там все. Нет. Но при этом у лактуоза все-таки как раз большой диапазон и обычно целевых аудиторий. То есть и беременным рекомендуют, и пожилым, и деткам, потому что большой профиль безопасности. Вот у активного вещества. И в продолжение лактуоза у нас, ну, как обычно, мы все делаем в разных формах для того, чтобы каждый мог найти для себя свою и то, что ему удобно. Вот что касается детишек, то есть комплексный самый продукт, который и с разными проблемами, соответственно, борется, это киц. Есть просто лактуоза в мармеладках в линейке Витайм. Здесь мармеладные постилки, там только лактуоза, там уже нет дополнительных каких-то других компонентов. Вот. Но проблему, соответственно, решает в данном случае одну, ту самую, когда ребенок не может сходить нормально в туалет. Вот. В данном случае это мармеладки. А дозировка тоже указана, да, здесь? Обязательно. На задней стенке упаковки? Да, то есть у нас здесь мармеладные постилки. Вот. Ну, все указано. Хочешь есть? Хочу, давай пробовать, а то так нечестно. Здесь дозировки не такие большие, как стилки. Нет, но все равно надо знать. Кола или яблоко? Яблоко. А, мне почему-то показалось кулу. Урьян, будешь? Заряна, на самом деле. А, ты смела, это тоже съела? Конечно, съела. Одну? Одну. Одну. Ну, смотри. Ну, подействие все равно через один-два дня, поэтому все нормально. Мы сейчас из эфира не выбежим. Ну, пока они вкусные, детишкам нравятся. Поэтому в данном случае, если кто не любит сиропчики, то можно съесть мармеладки. Вот. Ну, пока мы живем, ну, они прям не супер мягкие, но такие прям плотненькие. В данном случае витамии у нас чистая луктулоза. В одной мармеладке полтора грамма луктулозы. И есть луктулоза просто в стиках для взрослых и для детей в линейке лактостик. Соответственно, тут тоже чистая луктулоза. В стике, понятно, дозировка больше, чем в мармеладках. Детские стики и взрослые. То есть в данном случае можно тоже, опять же, открыть, посмотреть. Пачки у нас чаще всего стандартные. Как это в простонародье называется? Флиптоп. Открываются. И по 5 миллилитров. Одна в день, да, необходимо? Нет, там больше, потому что... Один раз в день утром во время еды. А, детям от 7 до 14 два. Да. Два раза. Там в зависимости от возраста. И, соответственно, взрослым здесь по одному стику утром они просто побольше. Здесь уже 12,5 миллилитров, да. Да, то есть они разведены, там состав практически одинаковый. То есть чем отличается детская и взрослая форма? Они отличаются только количеством, собственно, сиропа, который нужно выпить. Детям поменьше, а взрослым побольше. Вот, но сам по себе состав совершенно одинаковый. Что еще? Ну, по актостикам, наверное, все. То есть это прям решение основной проблемы. Если есть потребность, опять же, это может быть связано со сменой питания, с путешествиями. У детей это может быть связано, в том числе, психологически иногда, с адаптацией какими-то, с какими-то там нервозными состояниями. Сейчас у многих это проблема встречается, потому что многие на ходу, знаешь, там, набегут, это все. Это тоже. Съел-то не съел, непонятно что, как. Это вот мы сейчас к другому перейдем. Но, тем не менее, у взрослых это тоже, особенно в пожилом возрасте, тоже встречается. Поэтому вот у нас в данном случае и детская, и взрослая форма. А еще в школе, кстати, все время это то булки, то еще что-нибудь, знаешь. И вообще там пришел домой и сказал, да, я поел. Да, я поел, а сам не ел. А сам поел, что-то странное, да. Да. В общем, если резюмировать, то луктулозу у нас есть в обычном виде, соответственно, в мармеладках, в сиропе для детишек. Комплексный продукт в кицах, потому что там помимо луктулоза еще и нулин и фенхель. И, соответственно, луктулоза обычная для взрослых. Вот. С этим понятно. Да, значит, переходим дальше. Продолжим тему мармеладок. Они вкусные, чтобы еще поесть. Я согласна. Молодец. Нравится мне твой подход. Да. Это про что? Виталий Пребиотик. Да. Значит, в каких случаях... Ну, название такое простое, но при этом там непростой состав. Значит, здесь содержится из пребиотиков инулин. Там содержатся витамины группы В и содержатся холин и биотин. Да. А зачем холин и биотин? Они... Холин это как гепатопротектор. Помимо того, что мы обсуждали, что холин вообще для памяти нужен. Вот. Но в том числе он еще и как гепатопротектор работает. Вот. А биотин нужен для того, чтобы он улучшает всасывание в ЖКТ. Вот. Соответственно, витамины группы В тоже, помимо того, что они нужны для нервной системы, часть витаминов группы В еще используется для нормализации работы ЖКТ. В том числе. Вот. Значит, что еще? Значит, в данном случае в составе у пребиотика тоже есть фенхель. Вот. Здесь он в табличку не вынесен. Вот. Но, тем не менее, в составе он есть. Поэтому мармеладки обладают тоже таким специфическим анисовым привкусом. Интересно. Вот. Потому что фенхель, он сам по себе очень ароматное растение. И исторически очень часто использовалось во всяких специях, в какие-то самые известные специи в Китае входит. И вообще до сих пор фенхель очень часто используется в итальянской, французской кухне. И обладает разными свойствами. Помимо витрогонова, то, что мы обсуждали, он еще снижает аппетит, если кушать фенхель. Но обычно никто так не делает. Как бы и семечки не очень вкусны. И обладает еще одним свойством, про которое потом скажу. А давай попробуем сразу. Конечно, давай. Даже ради этого решили сразу. Да, собрались даже. Давай говорить откровенно. Ну не только. Ну да, это шутка, конечно. Но в любом случае, тут уже, кстати, знаешь, что требуют розыгрыши. У нас зрители внимательные, но не очень терпеливые. Придется потерпеть. Да, ты такая грозная. Конечно. Ребят, Ольга, я пыталась, видите. А вот Валентина на ходу ломает все мои замыслы. Но розыгрыш будет, и не один. Бармелла красивый медведь. Бармелла украла. Вот как украла. Одного медведя мне отсыпала. Ульяне два их. Держи. Нет, все, ладно. Одного так одного. Ой, а аромат какой, правда. Прям класс. Это из-за финфеля. Можно две штучки. Ну вот поэтому я себе еще одну все-таки возьму. Можно, значит нужно. Какой, правда, вкус интересный. Они такие прям неожиданно, как сказать, не сладенькие, как бы, как кажется, знаешь, а такие пряные, классные, такие прям рождественские. Сейчас с корицей. Да. Ну нет, но они не с корицей. Имбирные корички. Ну, нет, вкус по мне вот такой прям интересный. И у меня даже не возникает, так тебе скажу. У меня тоже. Еще есть дети, которым, например, Хенхель не очень нравится. Надо пробовать, да. Но это вкусовые предпочтения, как бы, кому-то там. Ну, в общем, пока что слишком взрослая, закусочная такая еда. Как закуска. Но на самом деле это очень интересно. Вкусно, да, Ульяна? Класс. Не знаю, мне очень понравилось, так что извини. Ну, все, расходимся, поделили. Ладно, когда вообще нужен продукт для того, чтобы нормализовать микрофлору ЖКТ? Когда это встречается, вообще, потребность такая. Например, после острых кишечных инфекций. Потому что микрофлора страдает. Потому что, собственно говоря, что такое кишечные инфекции? Когда там вообще какое-то воспаление или что-то не то происходит. И в том числе это проблема, когда антибиотики, например, дети, ну, детям рекомендуют. И в итоге тоже врачи после антибиотиков или даже сразу во время терапии рекомендуют пробиотические продукты. Пробиотические продукты очень часто, ну, вообще, на что стоит обращать внимание, чтобы в составе был и про, и пребиотик. Потому что пробиотики – это живые, пребиотики – это субстрат для своих хороших микроорганизмов. Когда мы даем им пищу, чтобы они кушали и размножались, условно-патогенная микрофлора сама не может размножаться. И фактически ее становится меньше, погибает. Вот. Поэтому после заболеваний, после антибиотиков, ну, вот антибиотиков, и когда нужно называть микрофлору ЖКТ, вот такие продукты очень как раз и нужны. Вот. Потому что там в составе и пребиотик, и витамины, которые нормализуют, и в том числе холин с биотином, которые тоже нужны. Причем в некоторых болезнях вообще организм биотин вырабатывает, если все нормально, он здоровый, и его хватает. Но когда в некоторых воспалительных процессах, наоборот, врачи отмечают, ну, вообще исследование, что организм перестает вырабатывать, поэтому необходим дополнительный прием. Поэтому, собственно, после всяких воспалительных болячек, почему у нас иногда и волос хуже, и все остальное, потому что биотин становится мало и вообще не хватает. Вот. То есть такая еще подспудная помощь в отношении биотины и в целом комплекс получается, да, некий? Да. Вот. Ну и опять же, фенхель тоже снижает вот эти все спазмы и метеоризм, которые в том числе случаются после воспалительных заболеваний. Вот. Это очень важно, что он стримный тут написал. Чувствую, что Стасия сформировала этот стрим через дня два. А тут на самом деле не факт, потому что до этого вот этих мишек коварных я съела всего две штучки, а здесь, наоборот, несколько другое действие получается. Да, есть, да. Да, поэтому вроде как бы... Как-то суммарного эффекта о том, что сразу разорвет, не будет. Ну, знаешь, это моя проблема. Я нахожусь не в моменте, когда я думаю о том, что произойдет через два дня. Может быть, это действительно большая моя ошибка сегодня была. Но я нахожусь здесь сейчас, в окружении прекрасной Валентины, которой будешь, буду. Поэтому, знаете, все, что произойдет через дня два, потом расскажу. Если что, я знаю твой номер. Мы потом еще встретимся, да. Да. А если говорить вот про эти вот мармеладки, то есть, в принципе, то, что мы с тобой обсуждали раньше, а их можно употреблять не только детям. Да, можно и взрослым. И плюс ко всему, да, взрослым тоже можно просто смотреть за дозировку. Здесь все указано. Да, на упаковке, как обычно, у нас все вынесено. Здесь для самых тщательных, тех, кто хочет все проверить и узнать, все вынесено. И содержание активных веществ. То есть, сколько, каких компонентов в данном случае написано на одну постилку. И дальше, в зависимости от возраста, стоит кому-то одну постилку, кому-то можно две постилки в день. Вот. Ниже, под табличкой с активными веществами, есть блок состава. Состав, то есть, все компоненты, которые в целом входят в состав данного продукта. Потому что, ну, мы все разные. Кто-то, там, я не знаю, каких-то продуктов не ест, там, кто-то веган, кто-то еще что-то. Соответственно, в данном случае состав можно полностью посмотреть, он весь вынесен и ознакомиться, если это важно. Ну и дальше текстом все равно прописаны и рекомендации, и противопоказания, кому можно и нельзя, как хранить. В общем, и тут даже все не влезло у нас, поэтому даже часть информации на дне пакетика. Мы ничего не скрываем, все на пачку мы выносим. Класс. Вот. Поэтому в данном случае на упаковке все есть, ну и как в целом по всей нашей продукции. Да. Ну и в карточке товаров можете зайти посмотреть, если вдруг, например, сейчас вы решаете. Хотелось бы уточнить, что это можете, во-первых, написать здесь в комментариях, а во-вторых, можете перейти и посмотреть вот по любому товару, зайти в карточку товара, что тоже приветствуется, потому что здесь максимально много информации, есть отзывы, поэтому посмотрите, полистайте. И плюс ко всему не забывайте о том, что вот как раз-таки можно найти и состав, объем действующего вещества, показания, способ применения, все что угодно. И не забывайте о том, что скидки сейчас специально для вас во время стрима. Будет еще два розыгрыша. Тогда, когда это решит сделать как раз-таки Валя, потому что, вы знаете, я пытаюсь намекнуть, что может быть хотя бы первый, но пока держится. Поэтому, ладно, я не буду больше давить, когда решишь, тогда и будет. Ну, очень хочется еще поболтать. Пыталась я сейчас, может, сейчас скинусь как раз-таки эту удочку, не попалась. Ну, ладно, но на самом деле я хотела спросить вот про вот эти еще. Что это, во-первых, очень интересная форма, упаковка, так сразу и не скажешь, таблетки, постилки, жвачки, что это вообще в принципе. И я так понимаю, что это что-то новое. Да, это наши новинки. И, собственно, вот как раз мы и перешли к тему, когда в желудке что-то ржет. Потому что хоть по опросу изжога у наших слушателей не так-то у многих встречается, но вообще, да, это подозрительно, вот, потому что это распространенная, так скажем, симптоматика. Она может быть совершенно тоже по-разному проявляться и в разных случаях. Вот. У нас, да, появились новинки. На самом деле появились они, мне кажется, ну, относительно недавно. На Озон мы их завели, может быть, месяц назад. Вот. Вот, и если вдруг они в вашем регионе еще не видны, то, по крайней мере, мы работаем над тем, чтобы они скоро там появились. Вот. Значит, что это за новинки? Называются они Ацеды Хелп А и Ацеды Хелп К. Значит, собственно, это продукты, которые могут применяться при изжоге. Собственно, как проявляется изжога? То есть, это такое... Неприятное. Неприятное. Я пишу так сразу, да. Ну, да, то есть, наверное, немножечко трудно описать, но, тем не менее, может проявляться тем, что во рту неприятный привкус, который пришел к тебе, по сути, из твоего желудка. Вот. Это либо вообще просто привкус кислоты во рту, и он может проявляться в совершенно разных вообще ситуациях. То есть, у кого он может часто встречаться? Значит, это спортсмены, потому что вообще, когда проявляется это все, очень часто в горизонтальном, в наклоненном состоянии, потому что проявляется это выбросом кислоты из, собственно говоря, желудка в пищевод. То есть, между желудком и пищеводом есть, ну, условно, клапан. Вот. Если клапан плохо работает, вот, или что-то там случилось, то кислота из желудка выскакивает наверх, хотя уже как бы все должно оставаться внизу. И вот этот вот выброс, когда, может быть, мы, например, наклонились, и в итоге у нас что-то выскочило по факту, мы перетянули себе живот, например, когда спортсмены большие нагрузки, в итоге дополнительное давление на брюшную полость, и там наклонился, там что-нибудь поднял и так далее, тоже, соответственно, выталкивается. У людей с повышенной массы тела очень часто тоже встречается, потому что именно, ну, в общем, по сути, внутренние процессы не совсем правильно работают. Вот. И, в общем, во всех этих случаях такая вот происходит привкус во рту. В общем, назовем это так. Вот. Что в данном случае рекомендуется делать? Для этого есть такие продукты, как антоциды, ну, или компоненты, обладающие антоцидными свойствами. Чем у нас они отличаются? Возьмем красную упаковку. Это К. К. Да. Вообще, почему К и А? Потому что... Я сейчас спросила, почему они так разделены? К здесь карбонаты, а в А альгинат. А, не понятно. Альгинат. Карбонаты, карбонаты. И К карбонаты, да. Соответственно, тут карбонат, кальций и магния с дополнительными компонентами. Как обычно, в принципе, на задней стороне упаковки у нас все составы вынесены. И тут прям можно сразу увидеть, что у нас здесь кальций, магний, витамины К1, В6 и Д3. Карбонаты при попадании в желудок нейтрализуют кислоту. То есть, грубо говоря, если вам нужен быстрый эффект нейтрализации кислоты, то для этого применяются карбонаты. Все просто. Съел и нейтрализовалось. А как тогда вот эти работают? Сейчас расскажу. Хорошо. Вот. Значит, когда еще может проявляться изжога? При переедании. Когда мы поели ран перед сном, там, меньше чем за 2-3 часа до сна. А когда кофе, алкоголь, курение, вот это вот все тоже является причиной иногда возникновения изжоги. В данном случае, если вы понимаете, что да, что-то вы не то съели или, может быть, съели то, но в итоге у вас изжога, для быстрого нейтрализации кислоты можно, соответственно, применять карбонаты. Как у нас выглядит наша интересная упаковка. Я сейчас попробую сама ее вскрыть. Чуть не разу не вскрывала. Она выглядит как каши. А я уже вскрыла. Да, потому что она была открытой. Неправда. Вообще. Да. Взяла все секреты, рассказала. Соответственно, вот она открывается как, ну, немного на кошелек похоже, соответственно. Здесь блистер с 10 квадратными таблетками. Они жевательные таблетки со вкусом, если я не ошибаюсь, апельсина. Так, давай сразу. Если я еще не попробую, что со мной будет? Я съем, я не знаю, что будет. Все, ладно, давай я тогда тоже в теме. Мне кажется, ничего. Если ты тоже, то и я, знаешь, пойду. А так, одна нет. Ну, мы с тобой потом встретимся и поделимся впечатлениями после сегодняшнего дня. Она такая твердая. Да, и она апельсинка, по-моему, да. Вот. Слушай, приятно. Сама проблема неприятная. Ну, зато вкус приятная. А если ее можно решать приятной таблеточкой, почему нет? Да. Значит, что я еще покажу? Как она закрывается потом? Так, хоп. И закрыли. Мне кажется, как раз таки сейчас, когда скоро начнутся все эти корпоративы, праздники, которые в пределе Нового года будут, просто в сумке. Это полезно. У каждого пусть лежит на всякий случай, знаешь. А случаи бывают всякие. Это, знаешь, надо, можно понять вообще. Если вдруг в поле видимости дома появился антоцит, то значит, что-то где-то кто-то что-то делал. Где-то гулял. Да. Ну, и, кстати, вот я заметила, что на самом деле, несмотря на то, что по голосованию у нас сегодня почему-то каким-то чудесным способом больше людей, которые не знают, что такое изжога. Но, допустим, в моем окружении, правда, это часто бывает связано с какими-то праздниками, да, когда вот это вот ты ешь несвойственные продукты. Или, например, какие-то с приправами, да, вот это вот как часто бывает. Пряные, жареные, острые, вот это вот все. Говорю, не домашняя еда. Фастфуд. Это все в том числе провоцирует изжогу. Вот, поэтому пусть на самом деле, мне кажется, всегда вот так вот лежит в сумочке. Это лучше, чем когда, если подкатывает, и не знаешь, что делать, как с этим бороться. Да, да, да. Поэтому, ну, классно. Но я так и не поняла. Мы с тобой сейчас изучали вот этот К. Красненький. Да, красненький. А зачем тогда синий и в чем отличие? Значит, К карбонаты, а альгинаты. Здесь в составе у синенького есть альгинат. Альгинат. Собственно, и в том числе в тут составе есть еще экстракты. Альгинаты, алтеи, ромашки, тоже есть витамины, тоже карбонаты. Значит, альгинат, натрия. Ну, в общем, тут прям вот тоже прям все расписано. В карточке товара тоже все написано, можете посмотреть. Значит, вообще механика действия немножко другая. Альгинат, он, когда попадает в желудок, начинает образовывать гель и пленочку. Вот, то есть, и получается такой эффект, что мы, карбонаты нейтрализуют кислоту, дальше альгинат обволакивает все, то есть не будет обратного эффекта, если что, в принципе, там ничего не вылетит, условно говоря, там через клапан в пищевод. Вот, и экстракты обладают и ромашкой, и алтеи, и противовоспалительными свойствами, ранозаживляющими, то есть то, что успокаивает слизистую желудок. Потому что те люди, у которых изжога, это симптоматика их каких-то других болячек, а такое тоже есть, там у кого проблемы... То есть, когда это не разово, что ты что-то не то съел или хорошо погулял, когда это проблема. Да, для тех, кто пьет такие продукты курсами, так скажем, и это постоянная проблема в силу других болячек, вот, то им чаще всего рекомендуется все-таки принимать альгинатные антоциды, вот, а не карбонатные. Вот, для того, чтобы именно вот это вот и пленочка, и зажиление шло, то есть, прям вот для таких как раз у нас АЦДХЛПА. Очень круто, на самом деле, что такие вот вроде бы два похожих продукта, но с разными вот такими нюансами, да, направленностями. Вот, поэтому если прям сейчас и точечно, и быстро, то это вот К, а если... Это красный, потому что вот здесь вот Дагмара написала, какой лучше тогда препарат, красная коробочка или голубая. Здесь вот я так понимаю, что если эта проблема вот хочется сразу, быстро, не то съели, отгуляли и так далее, то вот красная. А если это проблема, которая достаточно давно, да, постоянная, то лучше голубая, потому что здесь еще бережная, скажем так, идет вот обволакивание. Отношение к слизистой желудка. Да, поэтому решайте, вот как раз-таки два варианта разных. Вот, ну и, собственно, потому что здесь экстракты, таблетки здесь уже не такие беленькие, вот, они такие бежеватого оттенка, вот, но формат упаковки точно такой же, и таблетки, они более специфические на вкус, и прям когда живешь, чувствуется, что вяжет, ну вот как бы вот, что она такая. Да, вот это как раз-таки потом будет обволакивать, пленочку создавать, да? Поняла. Валентина. Да. Это я. Ну хотя бы первый, давай уже розыгрыш. Первый? Да, потому что у нас их будет два. У нас, на самом деле, 20 минут до завершения прямого эфира, у нас подключаются новые зрители, поэтому у меня план такой. А, Добриш, нет, твое дело. Сейчас проводим розыгрыш, потом еще раз для вновь вспоминания. Вступивших в наш вклад, в стрим. Да, тезисно рассказываем самые главные моменты обо всех продуктах, потому что сегодня, на самом деле, важный стрим, потому что, так или иначе, с какой-то проблемой с желудком, с кишечником, все мы встречались, и знать, как с этим работать здесь сейчас, очень здорово. Поэтому современные технологии, они позволяют достаточно быстро решать эти вопросы, так что я думаю, что тем, кто подключился позже, тоже будет интересно второй раз все это в сжатой форме услышать. И потом, после того, как тезисно все проговоришь еще разочек, третий конкурс и до свидания. Ну, хорошо. Недолго ты сопротивлялась, поэтому, ну все, тогда давай первый розыгрыш. Что дарим? Вот. Класс. Чтобы... Мне не понравилось, кстати, да. Чтобы прочувствовать вкус. Да. А вопрос будет такой. Собственно, этим свойством обладает тот компонент, который мы обсуждали. Его раньше, давным-давно иногда применяли, сидели, жевали для того, чтобы устранить запах изо рта. Ого! Ну, это ты не обговаривала. Ну, я сказала, что мы потом обсудим это свойство. И не обсудили. Класс вообще. Это вот про тот самый компонент, который обладает еще другими свойствами, да. Так, да, вот я согласна. Я везуче написала, капец. Я с вами абсолютно полностью согласна. Но, на самом деле, вариантов очень много накидали. Вы тоже будьте смышлены. Сразу несколько отдельными сообщениями больше вариантов будет. А? Он тут есть. Что я покупала? А я... Чего? А? Я тебе... Но я так понимаю, что это как раз то самое вещество, которое дает яркий вкус, да, этим мармеладкам, который мне понравился как раз-таки. Тогда я знаю правильный ответ. И все знают. Вы, может быть, услышали, что там шептала наша потрясающая продюсер Дарья. Так, что у нас есть правильный первый ответивший? Смотрите, сейчас мы будем с вами еще раз проговорим коротко про данные товары. И будет третий... Третий... Второй розыгрыш. Я сейчас я подставила. Второй пропустим. Да, второй пропустим. Сразу третий. Поэтому, ребят, вы тоже не серчайте. Кто не победит сейчас, есть возможность победить во втором. Но у нас есть первый победитель. Это Наталья С, которая первая написала правильный ответ. Конечно же, Фенхель. Наталья С, мы вас поздравляем. Вы большая молодец. Попробуйте, и нам потом в следующий раз напишите, как вам по вкусу. Потому что мне очень понравились. Необычные, классные прям. Да? Почему ты не радуешься за Наталью? Я просто думала, что закончился я. Ты глупую хотела попробовать. Я просто везде съесть. Нормально будет? Или перебор? Я тоже, кстати, об этом думала. Мне кажется, перебор. Ну, давай тогда не будем, да. Ну, у нас, на самом деле, просто многие уже шутят, что Стасия, лишь бы поесть, не я такая. Вот вы видите, человек, который тоже к этому постоянно склоняет. И что мы тут едим? Витаминки, вкусные всякие штучки. Поэтому ничего, это не вредно. Это, наоборот, даже полезно. Но давайте все. От шуточек к делу. Смотрите, здесь на платформе Озон во время стрима для вас еще плюс ко всему самые классные скидки. И, конечно же, приятно приобретать товары, о которых мы говорим, потому что здесь происходит полный обзор, анпакинг, скажем так, еще плюс ко всему. И пробуем на себе, краш-тест проводим. Поэтому, друзья, вы можете положиться на нас, приобретать все, что мы здесь сегодня с вами обозреваем. И, конечно же, не забывайте, что скидки специально для вас час во время стрима, час после него. Так, первый правильно ответивший была Наталья С. Она победила. Предлагаю остальным порадоваться и поздравить победителя. Еще раз давай тогда расскажем. Кратенько. Да, коротко, тезисно, потому что у нас, в принципе, не так много времени, но оно есть. 15 минут. Мне кажется, достаточно. Нормально. Даже классно. Давай. Значит, кратенько по проблематикам. У тех, у кого иногда повышенное газообразование, вздутие происходит в животе, то рекомендуется для того, чтобы убирать симптоматику, для взрослых метиолайт. В нем содержится семитикон, который нейтрализует вот эти газики и за счет еще входящего инулина нормализует работу ЖКТ и микрофлору. Соответственно, два действия в одном. Помимо убирания вот этих пузырьков воздуха в нашем желудке лишних, соответственно, плюс нормализация микрофлоры, чтобы вообще все там было в порядке за счет инулина. Дальше, кто обладает тоже таким свойством, у нас фенхель есть в Китс сироп с черносливом. Помимо фенхеля там лактулоза, инулин и чернослив, которые в итоге лактулоз с инулином также являются пребиотиком и решают в том числе проблему усложненной дефекации у детишек. Разрешен с полутора лет в сиропчике, в стиках. Кстати, отметь, что у нас по данному продукту даже было исследование клиническое на детишках. Им давали продукт и смотрели, ну у кого есть, соответственно, такая проблема, и смотрели, как работает. И на сайте бренда есть, что даже там статья висит по итогам исследований, что продукт показал свою эффективность, и все там нормализовалось, все улучшилось. Вот, в данном случае на упаковке, ну и в карточке тоже можно прочитать, что он как и обладает послабляющим свойством, и в том числе нормализует микрофлору ЖКТ за счет пребиотиков, и снижает газообразование за счет как раз входящего фенхеля. Вот, фенхель, витамин группы В, холин, биотин и инулин содержатся также в мармеладках, витаем, пребиотик, который рекомендуется после острокишечных инфекций, после антибиотикотерапии. В целом, если есть какое-то расстройство ЖКТ, и нужно нормализовать его микрофлору, здесь комплексные действия, это мармеладки, которые нравятся детям за счет того, что и витамины с компонентами нормализуют, и в том числе, опять же, пребиотик, и фенхель также там есть, который снимает газообразование. Вот, значит, возвращаясь к лактулозе, значит, у нас есть лактулозы в виде мармеладок, в чистом виде, в линейке витаем. Для тех, кто не очень хочет сироп или, в конце концов, хочет поменять форму продукта, потому что, не знаю, устали пить сиропчики, и почему бы не заменить на мармеладки. Вот, то есть есть мармеладки с трех лет, и есть чистая лактулоза в стиках, это лактый стик для детишек. И для взрослых, да? И, да, стики для взрослых. То есть состав одинаковый, отличаются объемом стиков, потому что, ну, взрослому нужно, соответственно, больше активного вещества для действия. Ну, а у детишек в зависимости от возраста, на упаковке, опять же, тоже написано, сколько стиков, какому возрасту детей нужно применять. Вот, значит, ну, повторюсь, что это, опять же, на всех упаковках есть и таблицы с активными веществами, и таблицы с составом, и рекомендации по приему, сколько стиков или мармеладок можно принимать в день, и противопоказания, каким категориям лиц, такие продукты не рекомендуются, потому что, опять же, такие категории людей тоже есть. Наши новинки, которые у нас вышли, это АЦД Хелп К и АЦД Хелп А. Это продукты, которые можно применять при изжоге, поскольку компоненты, которые входят в состав, обладают антицидными свойствами. Карбонаты, кальция, магния нейтрализуют кислоту в желудке. Вот, то есть если это связано с проявлением жоги как раз с перееданием, с приемом алкоголя, с курением, с необычной пищей, острой, жареной, фастфудом, да, то есть это как бы такая проблема, которая проявилась здесь, сейчас, а не постоянно, то как раз можно применять карбонаты кальция и магния, которые дополнены ими еще витаминами в составе для того, чтобы карбонаты поступили в желудок и нейтрализовали образующуюся кислоту, чтобы она, в общем, в итоге пищевод не попадала. А для тех, у кого эта симптоматика проявляется часто, связанная с, возможно, какими-то другими заболеваниями, которые есть у человека, и в итоге им приходится применять такие продукты антицидного характера регулярно, то в данном случае у нас есть антицидный продукт CD-HELP-A, в котором есть альгинат, вот, также есть и карбонаты, и еще экстракты алтеи и ромашки, которые обладают дополнительными свойствами, то есть в итоге альгинат образует пленочку для того, чтобы не было, опять же, выброса кислоты, экстракты действуют, что помогает слизистый желудок быстрее восстанавливаться, и в итоге это более такой комплексный продолжительный эффект для тех, кто встречается с такой проблемой постоянно. Вот, вот такие у нас новинки, поэтому, если что, можно на Азоне их также смотреть. Да, причем смотреть и заказывать, потому что сейчас в половину у нас закончится стрим, но еще целый час будут действовать скидки, поэтому вы все успеете. Если вы только подключились, вы сможете пересмотреть данный стрим или ознакомиться с товарами сейчас, не выходя из стрима, здесь на платформе Азон, плюс ко всему вы можете всегда воспользоваться скидкой, не забывайте о том, что здесь специально для вас в эфирах дополнительные скидки дают бренды, поэтому это вдвойне приятнее совершать покупки, узнавать о бренде, узнавать о товаре, потому что, ну где вы еще такую опцию возьмете? Раньше были видеообзоры, помнишь, там на YouTube, например, ты смотришь, скринишь, потом где-то ищешь, а иногда это просто где-то в телефоне потом находится данный скрин, и ты забываешь про все это, про это. А в данном случае легко, посмотрели, заинтересовались, тут же в корзину отправили буквально либо сегодня, либо завтра, там в зависимости от того, сколько у вас на логистику, на доставку занимает времени, сразу же получили свой товар, поэтому это удобно, но тут краем глаза уже все начинают подмигивать и кричать, второй розыгрыш, но наших зрителей, знаешь, просто так не заболтаешь, да, поэтому, ну что, будем? Да, Ульяна это оператор, сегодня Ульяна прям интересуется, вообще, второй наш зритель, вы бы ее видели еще, я все-таки надеюсь, когда-нибудь мы покажем ту сторону экрана, потому что там очень интересно, но какой будет розыгрыш там? Что дарим, во-первых? Мы предлагаю продолжать пребиотик, как-то продвигать в массы, вот. За что? За что? Вопрос, но мы потом будем искать среди ответов пальцем правильные ответы. Они там сейчас передерутся, слушай, прошлый розыгрыш, они там тоже спорят, у кого смайлики, у кого варианты ответа отправились, а ты сейчас хочешь еще копаться к рандомам из правильно ответивших? Ну, Валентина, твой розыгрыш, твои правила, хорошо, давай. Слушайте внимательно, рандом будет среди тех, кто правильно ответил. Не знаю, как мы сейчас придумаем. Да. Да, давай. Какой компонент улучшает усвоение микроэлементов в ЖКТ, которые тут содержатся? Прям вообще легко и просто. Легко, но мне понравилось, как, знаешь, каждый сразу за тебя нужен. Он еще вообще этот, очень рекомендует для красоты. Я думала одно, а он еще и для красоты. Ну, сейчас, подожди. Ну, из этого продукта. Компонент. А, прям компонент? Да, компонент прям оттуда. Где тут в конце книги правильный ответ? А, слушай, мне кажется, они быстро все поняли, молодцы. Я тоже, кстати, об этом подумала, честно, не знаю, не разогнала эту историю. Вариант чернослив мне больше нравится. Но, между прочим, кстати, чернослив обладает в том числе антиоксидантами свойствами. Если его много кушать, ну, вернее, не много, а регулярно кушать, то тоже отмечается, что улучшается внешний вид. Я думаю, что ты поплохела? Чернослив давно не ела. Так, ладно, смотри, есть правильные ответы? О, ну, мне кажется, да, бесконечно. Давай тогда ты мотаешь на начало, на конец, вот это вот все пальчиком своим. Потом делаем скрин. Ты откуда? Ты докуда мотала? Делаем скрин? Да. А, ты сейчас сама делай это все. Делаем скрин, я посчитаю. Давайте сразу правило говорим. Я посчитаю, сколько, видимо, хорошо видимых аккаунтов с правильным ответом. И из этого числа ты назовешь цифру, и она победит. Да, прекрасно, давай. Мне кажется, все честно будет. Все, я просто пока мотаю, да, и делаем скрин. И вообще... Просто вот как остановится, делаем скрин. И... Пошел пятый сейчас. Ой, вышло. Вот так вообще ничего себе вообще. Давай, давай. Их там. Ну все, делай. Так. Сделали скрин. Вот тут видно. Вот тут видно, да, аккаунт. Раз, два, три, четыре. Будем считать? Ну да. Пять. Из пяти какую цифру назовешь? Каримбала. Каримбала, вы молодец. Правильно же ответ? Биотин. Да. Вот. Поэтому видели, все честно, все легко, просто обнаружили победителя, но на самом деле, ты знаешь, они вообще большие молодцы. А лайки поставили? А лайки поставили? Давайте лайки поставим, а? Каримбала, да. И я хочу напомнить то, что на самом деле, видите, тут иногда все происходит в прямом эфире так легко и задорно относительно того, что хотели рандом, получили рандом, но с некоторыми коррективами. Коррективами от Валентина, потому что не все так просто, только среди правильно ответивших. Но вы молодцы, поздравляете, победительные. Каримбала, это девушка, наверное, да? А? Каримбала, это же девушка, отзовитесь нам, напишите, пожалуйста. Вот, ну, в любом случае. Коллеги говорят, что не похожи. Кто? Кошка? Мужчина? Мальчик. А мальчик, это какой возраст? Первые 40 лет в жизни мальчика, да? Поэтому кто же его знает. Ну, в любом случае, мы вас поздравляем. И плюс ко всему, подписывайтесь на бренд. Почему? Потому что тогда вы будете в курсе всех событий. Еще раз покажу, как это сделать. Просто переходите вот сюда, и вот здесь вот подписывайтесь. И не отписывайтесь. Будет желание, пересмотрите стримы, потому что их здесь очень много на разные-разные темы. Плюс ко всему, сейчас действует скидка, и вы можете воспользоваться. Объявляю победителя Наталья С. Первая была, да? И Карим была. И плюс ко всему, обратите внимание, то, что в следующий раз мы обязательно встретимся. Будет какая-то новая тема. Просто так нам не приходит никогда Валентина. А всегда с классными, интересными вопросами, товарами, темами. И плюс ко всему, как выяснилось, ты парень 16 лет. Поэтому ты был прав, мальчик. Но 16 лет, юноша, взрослый, зрелый. Поэтому, друзья, еще целый час будут действовать скидки. Поэтому обязательно посмотрите. Если что-то упустили, пересмотрите стрим. Или смотрите в карточках товаров, потому что они максимально подробные. Также не забывайте составы читать, потому что тоже указаны. Способы применения, как, сколько, все на самом деле указано. А еще можно нам написать, позвонить, еще задать вопрос. Написать, позвонить куда? Вам прям? Не, ну как там, есть горячая линия, можно позвонить, написать на почту, или в наши соцсети, или на сайте. У вас есть еще телеграм-канал. Есть телеграм-канал. В ВКонтакте вы есть. Везде. Вот, друзья, поэтому смотрите, если остаются какие-то вопросы, подписывайтесь, потому что, мне кажется, это очень здорово, когда ты на короткой руке, на такой, с производителем, потому что всегда здорово быть, во-первых, в курсе всех новостей, а во-вторых, задавать вопросы и плюс ко всему быть услышанными. Потому что я знаю, что вы некоторые продукты даже сделали, исходя из запроса. С рынка, да. Да, поэтому, друзья, если что-то вам вдруг кажется, что чего-то не хватает в линейке, хотя, мне кажется, у вас столько всего, посмотрите, вдруг, может быть, вашу идею возьмут и реализуют в каком-то другом потом продукте, да? Да, такое вполне возможно. Ну, а ты тоже что-нибудь придумать. Так, ну все, дорогие друзья, мы поздравляем победителей, сегодня у нас их было два, в следующий раз меня тут уже, знаешь, подпины будут, давай, третий, третьего сегодня розыгрыша не будет, но, тем не менее, в следующий раз встретимся и еще раз проговорим какие-то очень интересные темы, потому что, знаешь, вроде бы мы говорим об обычном, о житейском, но до того, как ты приходишь, ответов у меня никогда нет. Нет, как работать над вздутием, да кто же его знает, а с тобой как-то все легче, поэтому следующая тема, мне кажется, будет не менее интересная, так что до встречи, наши дорогие зрители, да? Сегодня добрые они были в комментариях? Ладно, тогда хвалим. Все, всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok